Это 68-й год. Время больших событий. Экипаж американских астронавтов «Аполлон-8» впервые в истории облетает вокруг Луны. 10 миллионов человек участвуют во всеобщей забастовке во Франции. Советские танки входят в Прагу, чтобы остановить политические реформы. А в Мексике начинаются одни из самых скандальных олимпийских игр в истории. Это Томми Смит, чернокожий спринтер из США. И его только что освистали на соревнованиях в Лос-Анджелесе за поддержку бойкота летних олимпийских игр в Мехико. Но Смит этому даже рад. Томми Смит – обладатель двух мировых рекордов в беге на 200-400 метров. Ему всего 24 года, и он студент университета в Сан-Хосе, который в свободное время подрабатывает мойкой машин в салоне «Понтяк». У Смита активная политическая позиция, и он считает, что чернокожее население США должно бороться за свои права. Даже спортсмены. Даже если они готовятся к главному спортивному событию в своей жизни. В 1967 году Смит вступает в Олимпийский проект «За права человека», созданную социологом Гарри Эдвардсом, который пытается убедить черных атлетов бойкотировать Олимпийские игры в Мехико. По крайней мере, пока не будут выполнены четыре требования. Запрет на участие в играх расистских государств ЮАР и Родезии. Возврат Мохаммеду Али, титула чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Отставка президента МОК Эйвори Брэндеджа, который в 1936 году выступал против бойкота игр в нацистской Германии. И равные трудовые права для чернокожих тренеров, которые до сих пор отсутствуют в американском спорте. Томми Смит полностью поддерживает все требования и открыто говорит об этом. К организации присоединяются и другие атлеты, в том числе соперник Смита по беговой дорожке Джон Карлос. А спортсменов поддерживает главный чернокожий правозащитник Мартин Лютер Кинг. Вдохновленный Томми Сми пишет статью «Почему негры должны бойкотировать Олимпиаду». Новости о возможном бойкоте приводят к национальному скандалу и бесконечным угрозам. Многие не согласны с позицией Смита, например, Джесси Оуэнс. Оуэнс – легендарный чернокожий легкоатлет, который в 1936 выиграл 4 золотые олимпийские медали. В прыжках в длину, в беге на 100 и 200 метров и эстафете на глазах Гитлера. В буквальном смысле дискредитировав идеи расового превосходства. Но в 1968-м Оуэнс уже сам сравнивает Смита и его друзей с нацистами. Против бойкота также выступает боксер Джо Луис. В 1938-м он победил немецкого боксера, олицетворение идеального арийца Макса Шмеллинга, нокаутом в первом раунде. Луис считает, что политическую позицию лучше доказывать спортивными результатами. Но с подачи боксера Мохаммеда Али, Луиса и таких, как он, называют теперь «дядя Том». Вслед за героем знаменитого романа Гарри от Бичерстоу, который безропотно терпел рабство. К середине года проблема расовой дискриминации в США накаляется до предела. В апреле убит лидер движения «За права черных» Мартин Лютер Кинг. По всей стране вспыхивают бунты и гибнут сотни людей. Первым громко о своем бойкоте говорит баскетболист студенческой лиги Фердинанд Льюис Алсиндор, который совсем недавно принял ислам и вскоре возьмет мусульманское имя Карим Абдул Джабар. Но таких, как он, единицы. К тому же МОК решает не допускать ЮАР к играм из-за политики апартеида. Быстро становится понятно, что идея бойкота игр проваливается, Томми Смит и Джон Карлос приступают к подготовке к играм. Олимпиада в Мехико начинается 12 октября. Смит и Карлос удачно участвуют в предварительных забегах. Но их сразу предупреждают, чтобы они воздерживались от проявления какой-либо активности. Смита также увольняют из салона «Понтеак», где он мыл машины, опасаясь от тока клиентов из-за политической позиции спортсмена. Вдобавок ко всему, на полуфинальном забеге Смит потянул сухожилие, а завтра самый главный старт в его жизни. Финальные забеги на 200 метров проходят 16 октября. Смит неудачно стартует, и вперед вырывается Карлос. Перед поворотом Смит находит в себе силы, делает рывок и приходит к финишу первым. Это новый мировой рекорд. Но еще не конец. Между финишем и церемонией награждения спортсмены решают, как выразить протест. Президент МОК посылает к ним Джесси Оуэнса, который пытается убедить их ничего не делать. На церемонии награждения Смит и Карлос опускают головы во время гимна США и поднимают вверх кулаки в черных перчатках. Когда я побеждаю, я американец, а не черный американец. Но если я сделаю что-то плохое, меня назовут негром. Мы черные, и мы гордимся этим. Черная Америка поймет, что мы сделали сегодня. Смита и Карлоса освистывают во время награждения. Спортсменов дисквалифицируют и отправляют домой. Занявший второе место в том же забеге белый австралийский бегун Питер Норман не поднимает кулак, но поднимается на пьедестал с эмблемой олимпийского проекта за права человека. Прыгун в длину Боб Биман устанавливает новый мировой рекорд, который назовут прыжком в 21 век. И поднимается на пьедестал с подвернутыми штанами и черными носками, которые символизируют бедность черного населения. Американские бегуны Ли Эванс, Ларри Джеймс и Рон Фриман, которые взяли медали в беге на 400 метров, надевают на подиуме черные береты и тоже поднимают кулаки вверх. Гимнастка Вера Часловска завоевывает 4 золота и на награждении опускает голову во время гимна СССР, протестуя против советской оккупации Чехословакии. Несмотря на то, что рекорд Томми Смита продержался 44 года, его карьера завершится. Такая же участь ждет Карлоса и Нормана. Спортсмены будут искать себя в других видах спорта и тренерской карьере. Фотография чернокожих спортсменов превратится в символ борьбы за права человека и станет частью спортивной и политической истории 20 века. Фотографии централизирует россии. По сути 왔ен, переговор Cent..... КОМОТОМЕНИЯ.. КОМОТОМЕНИЯ.. frustration.. откуда Без pullа СМ… правда? Сколько квадратных的人 в belly? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА